Огромная цистерна с опасным веществом внутри дает течь. Это происшествие чрезвычайного масштаба может произойти в Омске. Город буквально напичкан предприятиями, трубопроводами и емкостями. Спасатели применяют специальные рукава и промышленный пластырь. ЧП удается предотвратить за одну минуту. Старший из бригады Марат Антипов докладывает об успешном завершении операции. Сложность в том, что при небольшой утечке, если вовремя не приедешь и не устранишь ликвидацию аварии, то может произойти очень большое количество жертв. Поэтому как можно быстрее и оперативнее приезжаешь на выезд и устраняешь течь. У нас в Омске такие ситуации последние годы встречались? Да, встречались. Буквально в том году КАМАЗ перевернулся с цистерной. То есть была утечь, устраняли таким же образом. Что в цистерне было? Аммиак. Соответственно, это чем грозило? Это очень большое количество жертв. Не только в одном районе, а масштабы города. А это уже опора моста. Десятки зрителей и одна спасаемая. Елизавета и улыбается, и волнуется. Я буду сбрасываться со стены. Готовились? Нет. Страшно? Нет. А почему решили сюда прийти, согласились? Ну, потому что я верю нашим спасателям. 17-летняя девушка успешно тренируется в секции по скалолазанию. И это видно по ее уверенным и четким действиям. Однако, по легенде, она срывается со стены. Ее удерживает лишь страховочная веревка. Спасатели быстро приходят на помощь. Подцепляют Елизавету и вытаскивают вручную. Такие ситуации мы готовы. Есть у нас соответствующее снаряжение, соответствующая подготовка. Все люди обучены. И, в общем-то, ситуация достаточно обыденная, жизненная. То есть, частенько приходится на мостах с такими ситуациями сталкиваться. Счет идет на минуты и даже секунды, когда происходит ДТП, а водитель или пассажир оказываются заложниками авто. Спасатели спешат к перевернутой машине и извлекают пострадавшего с помощью специального оборудования. Гидравлическая станция работает под давлением масла. То есть, при подаче давления открываются ножницы. То есть, перекусываются трубы, многофункциональный инструмент, либо поднимаются какие-то тяжелые предметы. А это уже ЧП на воде. Лодка врезается в яхту, и с нее в реку падают двое отдыхающих. Виновник происшествия удирает с места, а вот пострадавшие едва держатся на воде. Вы помните Полесье, несколько лет назад произошедшее при столкновении баржи и скоростного судна, где погибли люди. Ну, здесь примерно будет аналогичная ситуация при помощи маломерных судов. На берегу шутят. Ильфа и Петрова читать нужно было. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но вот уже на помощь спешит катер. И спасателям удается быстро вытащить пострадавшего из холодной воды. Сотрудникам аварийно-спасательной службы приходится оказываться в самых разных экстренных и критических ситуациях. И всякий раз надежда только на них. Какая зарплата сегодня у спасателя? Зарплата у спасателя первого класса – 25 тысяч рублей. Ну, с условием, что он водолаз, с условием, что он спасатель. Газоспасатель имеет минимум семь профессий. Ну, вот так вот. Давно было повышение. Три года назад. Четыре абсолютно разных истории. Четыре потенциально громких происшествия. И в каждом работа спасателя – это чьи-то жизни и чье-то здоровье, когда счет идет на минуты и даже секунды. Евгений Нефанов и Максим Баринов. Антенна 7.